всем привет и хорошего настроения здравствуйте дорогие ненамышленники привет всем зрителям нашего канала есть у меня в доме вот такая великолепная микроволновая печь samsung которые я шутливо называю гнусмос если обратно прочитать это слово хотя совершенно зря такими противными словами этот аппарат называю потому что он служит мне верой правду уже гораздо больше десяти лет вдумайтесь ребята печка это мне дорогая милах потому что она очень удобно эксплуатации имеет довольно большой объем как вы видите сейчас вот я из нее все извлек крутящуюся тарелку помимо всего прочего она обладает такими безусловными достоинствами как вот не знаю видно не видно гриль аэрогриль может работать как духовой шкаф как поджарочная пищи и достаточно хорошо все это готовится хозяйки такой печи как правило всегда очень довольны и вот говорю ну лет 15 точно она функционирует вот и вот сегодня вот произошла такая неприятная беда прихожу мне катерина говорит что печь не работает как ее включить никогда она не ломалась верой и правдой служил я очень специалист ремонт микроволновых печей абсолютно про них не знаю знаю только что у них есть магнетрон это и на это мои знания исчерпываются вот включающую сеть она говорит 0 то есть на дисплее не отображалась ничего абсолютно то есть никак не реагировал на нажатие вот этих кнопочек клавишек все из всех своих они какие-то псевдо сенсорные все время кажется они не работают потому что при нажатии не ощущается никакого не щелчка ничего но они работают эти пяхи клавиши управления режимами а вот я сначала думал что может быть не выключен сетевой выключатель извините бога ради на вот такая несколько неприлично видяющийся обязательно отбраю за то что она долго у нас живет вот стояла на своем гнезде и немножечко загрязнилась вот строена так вот сетевого выключателя у нее нет вообще никакого то есть вот кабель питания просто тупо входит в ее так сказать заднюю стенку и все на этом никаких отключателей нет то есть включившись в сеть она постоянно находится под напряжением небольшим и вот здесь на дисплее горит информация о том что она готова к работе ну что ж прежде всего я конечно ее разобрал сейчас покажу как это дело с этот кожух крепится один винт мыло здесь нет и раз два три четыре пять четыре пять винты я уже отвинтил а кожух сейчас тему и покажу что у нее есть внутри и так друзья вот так выглядит вот этот агрегат без одежды сняв ее великолепный стальной кожух мы теперь можем видеть все что у нее делается внутри извините за такой неоприятный внешний вид она стояла в углублении немножко под затекла под загрязнилась потому что лень было мне и заниматься текаясь виноват ну не 15 лет конечно она не чищена на тех не вот я еще раз хочу сказать что я впервые вообще занялся этим неблагодарным или наоборот благодарны занятиям ремонтом этой вот техники потому что в печь никогда не залезал микроволновую так что прошу всех кто с ними знаком с этой аппаратурой надо мной не смеяться вот первая попытка таскать ремонт и к итак мы видим что все основные агрегаты расположены вот здесь смотреть лицевой стороны с правой стороны все приборы узлы и так далее и тому подобное все с правой стороны находится по ходу взгляда на печь слева находится только вот скорее всего это термодатчик идут такие провода с термостойкой изоляции и вот еще четыре проводка не подсветка ли это не лампа ли это подсветки может быть мэйби а все остальное здесь я даже полностью не разбираешься в начинке печи могу сказать сразу что ты уже следующий агрегат первое что бросается в глаза это конечно магнетрон то есть тот кто дает микроволновое излучение этот мощный прибор вот он магнетрон не знаю насколько он исправен самсунговский далее ниже видно большой мощный трансформатор скорее всего силовой вот здесь входной блок с фильтрами питания и вот как бы мозги печки вот здесь на этой плате там находится и процессор управления релюхи силовые масса шлейфов подходящих ней а также имеется такой маленький трансформатор я так полагаю что судя по всему скорее всего он запитывает дает питание минут на мозги на на плату управления этой печкой вот первым делом я конечно стал грешить на неисправность сетевого кабеля прозвонил его вот сюда до входа вот он никакого сетевого выключателя как я уже говорил этой печки нету думал сначала что можете искать чик 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 ничего подобного не выключателя не разъема просто провод входит во внутрь корпуса идет 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 выходит вот сюда с него выходит из кабеля три провода желто-зеленые понятно эта масса вот он идет корпусу и фаза и 0 коричневый и синий провода прозвонил провода целых следующий подозрение конечно же пала первым делом вот на это керамический предохранитель мощный вот такой 15 ампер фуз 15 ампер здесь 50 вольт его первым делом прозвонил он тоже исправен вот на удивление я огорчился надеялся обойтись малым малой кровью проверил отверткой фазомером поступления напряжения на предохранитель предохранителя но меняя положение вилки сети что понять что фаза идет сюда вот проверил дальнейшее прохождение тока с этого вот здесь дроссель конденсатор еще два кондер чикам это я так понял входной фильтр просто напряжение все прекрасно на кругу сюда поступает приходит и куда-то уходит в небытие печка не работает дисплейчик не горит не светится что очень печально вот это вот кстати находится вот здесь контакты термоэлемента гриля гриля этой печки который находится вверху там змеей расположен для того чтобы она работала в режиме жаркие духовки гриля что было следующим моим действием если находится два мощных конденсатора батарея я думаю что они с пор заряжены руками их трогать них не следует я думаю шарах не так что мало не покажется но это вентиль вентилятор который охлаждает магнитрон но я думаю всю печку тоже дальше значит пришла очередь блока пита блока управления вот этого он здесь хорошо что снимается достаточно легко и просто привинченным в отличие от остальных печи печка он еще фиксируется двумя саморезами в остальных он просто на защелках отщелкивается сюда а это большая мощная печь он еще привычный вот здесь саморез держал его и вот здесь вот саморез держал его чтобы его случайно соответственно не вытащить после того как отличаются саморезы этот блок нужно слегка приподнять вверх чтобы вот эти фиксаторы вышли из направляющих на нижнюю часть поднимаем и он просто-напросто у нас вот так вот отделяется но нужно еще все шлейф отсоединить шлейфы ведущих силовым реле вот тут три релюхи вы видите такие черные одна из них релюха элемента термоэлемента гриля 2 релюха магнетрона а 3 рлюха я не знаю чего вот три реле силовых тоже по идее но это есть если бы они были не справа то хотя бы дисплей светился у меня первым делом конечно неисправность блока питания возникло подозрение до забыл сказать чтобы открутить блок питания нужно еще отвинтить вот этот зеленый проводок и вот эту вот такую идущую от него заземляющую металлизированную ленту она вот сюда прикручивается но и изъяв блок питания обнаружил следующее что меня в принципе очень порадовало вот эти конечно разъемы я все снимал вот сейчас не буду уже прошибы не путаться вот здесь вот в этом потайном месте рядом с батареей маленьких релюх левее их находится еще один предохранитель друзья который очень мудро и грамотно поставлен изготовителем вот я пальцем на него показываю и вот этот предохранитель как раз спасает от скачков напряжения от прочей беды вот эти замечательные умнейшие мозги вот это замечательно умнейший печки и вот он ты оказался перегоревшим то есть замены этого предохранителя вот после того как его заменил она заработала правда сбились все настройки пришлось залезать в меню и выставлять все изначальные установочные так сказать параметры язык там и тому подобное это наименьший из зол какие какое могло произойти а сейчас я ее соберу и покажу вам все таки что она все таки работает извините за такой небольшой сумбурный репортажик но думаю кому-то возможно это будет полезно алгоритм поиска неисправности понятен сетевой кабель проверка проверка вот этого предохранителя вот ну и потом уже далее если не работает совершенно блок питания то подача напряжения на него и проверка предохранителя блока управления управлением вот так друзья я познакомился с богатым внутренним миром этой микроволновой печки ну вот друзья собрали мы ее единое целое замечательную печь кормили теперь нам осталось только попытаться воткнуть в розетку эту вилку что мы видим на дисплее ох загорелось hello using плюс-минус для того же зайти в меню set lan то есть установите язык установите language сейчас будем пробовать нажимаем минус появляется english вот теперь russian теперь set start где на старт вот это на русский язык чё дальше 0 наверное можно как-то на выставить время но я честно говоря не помню как это делается таймер времени больше меньше отмена горит какой-то 0 давайте попробуем просто запустить там даже подсветки загорается когда открываешь лампа подсветки было не там где я предполагал вот она где лампа подсветки она что другое это наверно термодатчик ему провода идут где там еще какой-то провод к чему-то ладно не суть пуску как светится дисплей как-то тут слова туда не мерцает за видимо чистота ну попробуем старт на 30 секунд нажать получать все два раза о как все плохо друзья вот друзья только что мы с вами были свидетелями великолепного фейерверка который выдала вот это в печках я немножко испугался но потом погуглил я горюк абсолютно незнакомца с устройством работа и нюансами этой микроволновой печи искры летали прям вообще где по всей поверхности этой камеры виной всему вот это вот пластина 15 лет и ты пищи с попробую подсветить здесь такая ледяная пластина вот видите да она конечно же почти пришла в негодность она отделяет магнетрон где-то диэлектрик но проницаем и для электрических полей вот тогда прикрывает окно металлическом корпусе печи чтобы излучение магнетронов могли проникать в токе высокой частоты магнетронов могли проникать собственно вот сюда внутрь чем у нас пищей и разогревается пластина бесчисленных так сказать попадание на нее жира и всего прочего пришла в негодность вероятно и стала пропускать значит электрические вот эти вот поля или как это правильно сказать какие тут процессы произошли в общем был пробой диэлектрика я все вытащил почистил конечно это очень временная мера прошу показать вам что печка работает нельзя с такой пластины эксплуатировать говорят что они где-то продаются и в каком-то видео обзоре я видел как домашний мастер эту пластину вырезал с большого листа слюды просто по форме взял вот и вырезал обвел ручкой и вырезал вот это вот пластина вот она закрывающая окно печи при пробое вызывает таки сполохи северное сияние шаровые молнии внутри вот этой камеры печи вот сейчас я вот ее пока говорю время подчистил обезжирил поставил и давайте мы с вами сейчас включим и убедимся печка у нас так сказать стартуем все работает я проверял уже стакан с водой она греет нагрела все этот фейерверк прекратился теперь светит только лампа в печи лампа в ночи лампа в печи вот такие вот неприятности поломки могут быть бытовой кухонной техникой осталось найти эту пластину вырезать по размеру и соответственно я сюда внедрить все функционирует еще бы за 15 лет я думаю по любому любая пластина бы сгорела чем я благодарен фирме samsung за такую надежную технику и в принципе она насколько лишь достаточно ремонтопригодная радует то что не сгорел магнитром в процессе вот испускание им этих молнии во внутрь камеры потому что если бы скоро попала обратно на него ему пришел бы конец друзья а на этом отклоняюсь всем привет и хорошее настроение всегда с вами сергей